Привет, мои гости! Компания Кодерлайн приветствует вас! Вы видите на экране наши контактные данные, наша электронная почта, наши телефоны, телеграм-контакты и адрес нашего сайта. Вести сегодняшнюю встречу буду я, консультант-аналитик 1С Гардышева-Калина, и мы благодарим вас за то, что уделили нам внимание и проявили интерес к нашим встречам. Сегодня мы поговорим про конфигурацию 1С ЗУП, то есть зарплаты управления персоналом, и то, как оформляется штатное расписание, то есть кадровые документы, в какой связи находится с требованиями по СОУТ. Программа нашего вебинара состоит сегодня из таких пунктов, то есть мы поговорим про изменения штатного расписания, как они вводятся, с чем они связаны, ну и, в общем, собственно говоря, причины возникновения. Поговорим про настройки и справочники в конфигурации. Поскольку в 1С ЗУП и 1С ЕРП кадровый блок практически идентичен, то мы посмотрим, немножко сравним и ЗУП и ЕРП. И, соответственно, поговорим про административные мероприятия, которые необходимо провести, не только про настройки, но и про местные локальные акты. И, соответственно, посмотрим дополнительные сервисы, отчеты и так далее. К сожалению, тема достаточно большая, можно еще три раза по ссылке про нее разговаривать, но у нас время с вами будет ограничено, поэтому постараемся быстро, так сказать, посмотреть все аспекты. Немножко начнем с того, как будет наша встреча происходить. То есть мы будем теоретические программы смотреть на наших слайдах и будем переключаться на демо-версию программы 1С ЗУП. Сейчас я переключусь. То есть вот таким вот образом мы будем переключаться в конфигурацию зарплаты управления персоналом и будем на ней смотреть какие-то моменты, про которые поговорили по слайдам. Сейчас я снова переключаюсь на наши слайдики. Подвинемся чуть-чуть так. Вот. И немножко теоретического, так сказать, материала. Вспомним, для чего существует штатное расписание, что оно позволяет и так далее. То есть введение штатного расписания в программе поддерживается либо три варианта. Либо мы не используем штатное расписание, либо используем штатное расписание без сохранения истории, либо с сохранением истории. Если мы по какой-то причине, например, при начальных настройках, не установили настройку штатного расписания, то к этому можно вернуться позже. И, соответственно, мы переходим для этого в раздел настройка в ERP. Это у нас раздел МЦИ и администрирование. И кадровый учет. Соответственно, через кадровый учет переходим в сам раздел документов и справочников. Сейчас мы с вами посмотрим это, так сказать, на практике. Вот у нас с вами здесь есть разделы, вот так вот раздел настройка и раздел кадровый учет. И, соответственно, мы переходим по этой ссылке и попадаем в раздел кадровый учет, то есть настройки, которые обычно задаются при старте программы. Но если мы их не сделали, это не страшно, мы к ним можем вернуться. И, естественно, когда мы переходим в такие разделы, здесь основное внимательно читать, что вы хотите активировать и насколько это подходит к вашим бизнес-процессам. Ну, соответственно, если вы проверили настройки, что вы ведете, обращаю ваше внимание, вот на такую отметку используется работа по неполной ставке. Почему на нее обращаю ваше внимание? Потому что очень часто бывает, что если руководители числятся в нескольких организациях, то, естественно, он во всех организациях не может работать на полную ставку. То есть, например, какой-то он работает на полставки, в какой-то на одну десятую ставки. Поэтому вот этот флажок, соответственно, мы проставляем. Так, вот так. И в этом случае мы ставим вот такую красивую зеленую галочку. И штатное расписание у нас дополнено. Вот он, блок штатного расписания. И здесь есть гиперссылка, это синий шрифт выделенный. То есть, ссылка, по которой мы можем перейти в штатное расписание и его настроить. И здесь мы видим результаты этой настройки. То есть, то, как у меня сейчас настроено штатное расписание. Когда я перехожу по вот этой гиперссылке, у меня, как вы видите, вот такое диалоговое окно. И здесь мне, собственно говоря, необходимо проставить чекбоксы, то есть, отметочки по тем пунктам, которые для меня подходят. Ну, естественно, я ставлю штатное расписание. И дальше выбираю автоматическая проверка кадровых документов. Но это у вас может быть, может не быть. То есть, на самом деле, когда у вас большое количество сотрудников, конечно, эту отмечку стоит ставить. Если у вас сотрудников немного и люди работают постоянно, редко меняются, то, возможно, эта отметка вам и не потребуется. Ведется история изменений штатного расписания. То есть, если вы добавляете или исключаете какие-то позиции, то, естественно, вот эта вот отмечка тоже должна стоять. Тогда у вас создается отдельный документ изменения штатного расписания. Вот здесь хочу обратить ваше внимание на такую тонкость. Переключаемся немножко на слайдики. И вот для чего. То есть, видите, у меня здесь выделено, что на функционала, по которому можно переименовать должность, в конфигурации нет. В 1SZOOP такая функция недоступна. Но это не значит, что мы не можем ничего сделать. То есть, в этом случае мы создаем новую должность. Потому что, если мы переименуем старую, то у нас возникнет много проблем на тему того, что по этой должности уже созданы документы, могут возникнуть пустые ссылки и так далее. В связи с тем, что у нас нет функции переименовать должность, то у нас возникает необходимость, естественно, если мы создаем новую должность, то есть мы ее вводим в штатное расписание и переводим сотрудников, которые должны на этой должности работать, через действующий документ переводим туда сотрудников. Снова переключаемся с вами в слайдики нашим. Вот так. И, соответственно, настройка штатного расписания. Мы помним, что у нас изменить ее нельзя. Можно создать новую запись и перевести сотрудников вновь созданную позицию. Что нам дает использование вилки окладов и надбавок? То есть, если я сюда не ставлю отметочку, то я должна указать четко, какой оклад у меня по этой должности согласно штатному расписанию. Если я ставлю здесь отметочку, то у нас доступна вилка окладов, ну, например, от 30 до 50 тысяч, я могу проставить для должности и любой оклад в этом диапазоне. В позиции штатного расписания используются разрядные категории. Это чаще всего, если вы ведете, например, производственный учет, то в этом случае производственные сотрудники, то есть сотрудники, которые заняты в производстве, могут иметь разрядность. То есть, например, слесарь первого разряда, второго разряда и так далее. И еще одна тонкость – способ отражения надбавок в виде месячного оклада, месячного размера в рублях, процентов к тарифу или коэффициентов к тарифу, ну и месячный размер, соответственно, тарифов и коэффициентов. То есть, если какой-то из этих способов подходит нам, то мы ставим здесь отметочку, что используем именно этот способ. И использовать бронирование позиций. Значит, здесь у нас связано бронирование позиций. То есть, если у нас сотрудники по каким-то причинам временно отсутствуют на работе, допустим, и эта позиция забронирована за ними до возвращения их на рабочее место. И в течение скольких дней это бронирование будет действовать. Собственно говоря, практически мы на практике именно проставляем отметочки во всех полях. Ну и после того, как мы активировали функциональную опцию, мы можем уже переходить к конкретным документам. Ну пусть я поставлю «Да» сохранить отчеты. И мы можем уже переходить к конкретным документам и использовать, соответственно, кадровый учет. В разделе «Кадры», как мы с вами видим, мы можем изменять определенные документы, но начинать мы должны с того, что мы штатное расписание пока не трогаем, а должны настроить еще подразделение и должность. Это два справочника, соответственно, подразделение. Это орг, структура вашего предприятия. Ну, у меня вот тут все, на что хватило фантазии, то есть самые разнообразные отделы и подразделения. А в разделе... Так, сейчас мы это закроем, это нам не нужно. А в разделе «Должности», естественно, у меня указаны должности, которые я себе тоже из орг структуры должна создать. И вот здесь обратите внимание, мы затрагиваем не только сведения о предприятии, карточку, но и уже сведения, которые содержатся чаще всего в учетной политике. А учетную политику мы с вами можем посмотреть из карточки организации. Как всегда, в 1С существует несколько вариантов, откуда мы можем посмотреть сведения про организацию. Но мы используем два наиболее распространенных, то есть первое – это через меню «Настройка». У нас здесь есть меню «Предприятие», меню «Организация», и мы попадаем вот в такой список. Это то, что касается организаций, которые у меня созданы. Но у меня не созданы вот эта как бы головная организация, а это два филиала, то есть для того, чтобы можно было показать на образцах, как в одном и в другом случае работать с конфигурацией. Мы возьмем, для примера, просто нашу головную организацию. И, как вы видите, здесь у нас куча всяких закладочек интересненьких, но нас будет интересовать другая интересненькая закладочка, учетная политика и другие настройки. То есть здесь у нас, естественно, будет интересовать учетная политика, и мы проставляем чекбокс в одном интересном поле. То есть применяются специальные оценки условий труда. Сейчас это обязательное требование, которое, в общем-то, возникло не первый день, это уже достаточно давно, когда применяется специальная оценка рабочих мест, и она, естественно, напрямую связана с нашей орг структурой, то есть с нашими подразделениями, со справочниками подразделений, которые мы задавали, и со справочником должности. То есть мы должны привести в соответствие должности с тем, что мы имеем в натуре, и эти должности должны проверить сотрудники организации, которая занимается проверкой условий труда, и, соответственно, составить документацию по аттестации рабочих мест. То есть раньше это называлось аттестация рабочих мест, сейчас это САУП. И поэтому, собственно, будут требования предъявляться к каждой должности, такие, которые соответствуют законодательно закрепленным нормам. То есть, например, если у нас какие-то должности имеют повышенный коэффициент опасности, то, соответственно, у нас в этом случае может быть использована еще и вот такая вот настройка, то есть птичка, галочка, чекбокс. То есть сотрудники с правом досрочного выхода на пенсию, ну, например, сварщики, определенные другие должности, то есть обычно чаще всего вот эти вот два флажка ставятся одновременно. И напомню, это мы с вами смотрим учетную политику, и, соответственно, учетная политика, это закладочка страховые вносы, и у нас с вами стоит флажок в настройках «Сохранить историю изменений», и здесь у нас есть история изменений наших сведений. Закрываем этот. Да, пусть будет. И теперь немножко вернемся к нашим слайдикам, и еще раз поговорим вот о чем. То есть, как вы знаете, САУД мы должны обеспечивать согласно законодательству в обычных условиях не реже одного раза в пять лет. То есть раньше можно было составить отчет по САУД, ну, собственно, получить все необходимые документы и пять лет жить спокойно. Но сейчас у нас масштабные изменения, так сказать, происходят, и, собственно, САУД не обошло вниманием законодателей это тоже. Но здесь у нас, скажем так, льготный режим, то есть мы должны обеспечить проведение САУД. В 2024 году были изменения, которые мы обязательно должны учитывать. Изменения в отношении всех рабочих мест, то есть не каких-то выборочных, а именно всех. Но, в общем-то, слава богу, у нас эти изменения не такие уж глобальные. Но, тем не менее, документы о том, что проведена переоценка САУД, должны быть, потому что изменилась методика этой оценки. Не сказать, чтобы они имели глобальные такие изменения, революционные, но, тем не менее. А вот если у вас этих документов не будет о том, что вы провели САУД согласно новой методике, то вот в этом случае вы рискуете нарваться на штрафы. И штрафы, на самом деле, достаточно, в общем-то, существенные. То есть, если говорить про штрафы для должностных лиц и ИП, то в этом случае идет от 5 до 10 тысяч рублей. И для организаций от 60 до 80 тысяч рублей. Но, если это было повторное правонарушение, вы здесь, чтобы сильно изменяются, мы поговорим про штрафные санкции немножко попозже. А сейчас мы вернемся к настройкам. Вот следующий слайдик. Вы видите, это то, что мы с вами уже посмотрели на практике. То есть, это кадровый раздел настройки, подраздел кадровый учет и настройка штатного расписания. И вот здесь мы проставляем чекбоксы. Мы их уже с вами посмотрели тоже на практике. Соответственно, согласно вашему бизнесу, с вашим бизнес-процессом. Это, так сказать, чтобы закрепилось в памяти, у кого зрительная память, закрепилась в памяти такая вот картинка. И еще раз повторимся, где находятся справочники, которые нам необходимы, если мы работаем со штатным расписанием. То есть, предполагаем, что у нас, например, штатное расписание до этого не велось, нам необходимо построить его с нуля, если не было стартовых данных. Здесь у нас специальная оценка. То, что я вам рассказывала, то есть, если результаты специальной оценки мы учитываем в конфигурации. И, соответственно, как я говорила, выше на строчечку тоже мы ставим отметку, что есть сотрудники с правом досрочного выхода на пенсию. И поскольку это чаще всего совпадает с результатом специальной оценки, если есть специальная оценка. То есть, один из зарплаты управления персоналом позволяет нам ввести учет в САУД. И сейчас мы с вами переключимся и посмотрим еще на демо-базе ERP. То есть, вот у нас демо-база ERP и блок кадры. Как вы видите, он очень похож по строению практически, идентичен кадровому блоку в зарплате управления персоналом. Поэтому, в общем-то, там, где будут различия, я покажу на ERP-шной домобазе. Но практически, поскольку одинаковые, то мы будем чаще обращаться к ЗУПу. Вот, как вы видите, у нас здесь справочники, которые мы там тоже заполняем. И, соответственно, если вы ведете зарплату, например, захотели ввести зарплату управления персоналом в программе в конфигурации ERP, то вам достаточно выполнять те же правила, которые существуют для ЗУПа. То есть, практически, кадровый учет идентичен и ведение зарплаты, то, в общем-то, похоже. Разница состоит в блоке производства, потому что в ERP производство гораздо более, скажем так, углубленно можно отражать, в отличие от ЗУПа. Снова переключаемся на наши слайдики и поговорим еще вот о чем. Как вы знаете, у нас произошли изменения в связи, ну, еще даже не с налоговой реформой, в связи с законодательными изменениями, которые происходили. А дальше будут еще изменения, которые связаны с налоговой реформой, то есть, приводятся в соответствие все подблоки, соответственно, и в конфигурациях тоже появляется новый функционал и изменения в регламентированную отчетность. Значит, сейчас мы с вами посмотрим слайдик, который иллюстрирует, какие у нас изменения произошли. Ну, во-первых, как вы знаете, у нас по НДФЛ большинство изменений произошло, то есть, ну, во-первых, новые сроки оплаты НДФЛ, два НДФЛ, два уведомления по НДФЛ мы посылаем, во-вторых, НДФЛ для дистанционных работников, в-третьих, это НДФЛ с дивидендов, соответственно, новые пределы для разъездных работников, то есть, например, для транспортных организаций и для тех, кто применяет вахтовый метод. То есть, у них отменены, не то, что отменены, а введены лимиты для необлагаемых НДФЛ сумм, и если раньше вся сумма, например, суточных или командировочных не облагалась НДФЛ для таких работников, то теперь только 700 рублей по России и 2500 рублей для зарубежных стран не облагаются. НДФЛ остальное, пожалуйста, вы можете начислять, но это уже облагаемые НДФЛ суммы. Возобновился НДФЛ с материальной выгоды, напомню, у нас с вами был мораторий 2021-2022 года, когда НДФЛ с материальной выгоды не считался. В 2024 году этот мораторий прекратил действовать, и теперь НДФЛ с материальной выгодой начисляется, и не только начисляется, но и должно быть перечисление ежемесячное по таким начислениям. Во-вторых, у нас отмена перечисленного НДФЛ, и, как вы знаете, новая форма 6 НДФЛ, мы уже задаем ее с первого квартала, то есть это новая форма регламентированной отчетности. И в отчете, в новом отчете, который мы применяем два года всего, точнее второй год, в ЕФС-1 у нас тоже произошли изменения. То есть в разделе 1.1 у нас появились новые виды договоров и коды выполняемых функций. И в разделе 1.2 у нас появился новый тип сведений, добавился список назначения выплат по ОСС. Ну, соответственно, форма АДВ, АДВ-6, СССР тоже у нас обновились. и новые реквизиты мы в карточке сотрудника указываем. Это в случае, если они проживают на вновь присоединенных территориях. Ну, и по мелочевке там тоже у нас есть технические изменения, которые произошли, которые, в общем-то, не несут таких революционных изменений, но, тем не менее, присутствуют. Как вы видите, эти изменения у нас при обновлении программы учтены, то есть изменения регламентированной отчетности, форм регламентированной отчетности у нас при новых релизах, при обновлениях учтены. И сейчас переключимся на такую, на нашу версию, на зуб. И напомню, посмотреть, какой у вас релиз вы можете вот по этой пиктограммке. Соответственно, вызываем выпадающее меню, и нас интересует пункт о программе сведения. И вот такая пиктограммка это и информация. Значит, информация о программе у нас вот тут отражается сведение о платформе, и вот здесь отражаются сведения о конфигурации. Почему заостряю ваше внимание на этом моменте, потому что, собственно говоря, сейчас каждый релиз несет какие-то изменения, либо в регламентном учете, либо в механизмах и алгоритмах, поэтому следите за тем, чтобы у вас был актуальный релиз программы, но во всяком случае, хотя бы, когда вы готовите квартальную отчетность, потому что изменений, как я уже сказала, много. Так, это мы с вами закрываем. Снова возвращаемся к нашим слайдикам. Итак, мы с вами поговорили про изменения, которые у нас произошли в отчетных формах регламентированного учета. так, и теперь, собственно говоря, поговорим вот о чем. То есть, кроме форм изменений, у нас произошли изменения в законодательном законодательной базе, и как вы видите, 27 ноября прошлого года у нас был подписан закон о размере минимальной оплате труда. То есть, с 1 января МРОД составил 19 242 рубля. С чем это связано, и чем это нам грозит? Ну, естественно, с чем это связано, это постановление правительства. И здесь хочу добавить, так сказать, и к вашему вниманию такую поправку, что существует таблица уже производных значений от этой суммы 19 242. То есть, для каждого региона законодательные власти локальные могут устанавливать какие-то свои поправки и свои МРОДы. Но МРОД, это всегда, который установлен на региональном уровне, должен быть выше, то есть, ниже быть не может, чем официально установлены. установлены, а вот выше он может быть, и в этом случае вам нужно проверить, какой МРОД вы используете, и, соответственно, если эта цифра ниже, установить тот, который принят в вашем регионе. А если вы применяете, если вы имеете право на применение районного коэффициента, ну, например, если районы Крайнего Севера районно приравненные к Крайнему Северу и так далее, в этом случае, естественно, тоже нужно проверить, чтобы новый МРОД был ниже, чем установленный уровень, включая коэффициенты. И вот на этом моменте вы должны проверить еще и штатное расписание на соответствие этим законодательным актам. То есть в вашем штатном расписании должно быть указано значение соответственно нового МРОДа и коэффициента либо районного размера повышенного МРОДа. И на этом не успокаиваемся, к сожалению. И кроме того, что мы исправили в штатном расписании, у нас предстоит достаточно большая бумажная работа, потому что мы должны каждому трудовому соглашению или трудовым договорам заполнить дополнительное соглашение соответственно с новым уровнем МРОДа и с новым размером оклада или тарифа в зависимости от того, что вы применяете. То есть у нас должно возникнуть два локальных нормативных акта. Во-первых, это должно быть указано в приказе, где мы изменяем размер МРОДа. Во-вторых, это должно быть указано в штатном расписании. И в-третьих, мы должны выпустить дополнительные соглашения к трудовым договорам об изменении уровня зарплаты сотрудников. С 1 сентября, то есть это еще через три месяца, у нас вступит в законную силу приказ 817 о проведении специальной оценки условий труда и классификатора вредных и опасных производственных факторов. Это как раз ситуация, когда мы с вами говорили о том, что необходимо оформить документы на соответствие САУД. То есть вот это постановление 817 отменяет действующие прежде инструкции и приказы, которые регулировали действия оценок, действия по оценке труда. То есть, соответственно, вы должны своевременно подать заявки в организации, которые имеют право проводить оценку труда и составлять нужную документацию, то есть сертифицированная организация. На самом деле в этом плане уже, к сожалению, достаточно напряженная ситуация, потому что требования касаются всех предприятий и, естественно, уже, к сожалению, организовались очереди. Собственно говоря, сейчас я покажу следующий слайдик, который у нас иллюстрирует мероприятия, которые должны проводиться. Ну, подготовительный этап, это мы выбираем организацию, которая нам проводит исследование, заключаем с ней договор и так далее. Те, кто относится к крупным мероприятиям или, например, работает с госзаказами, соответственно, должны провести тентеры, что тоже, в общем-то, не дело одного дня, ну и так далее. После этого, после того, как такая организация найдена, определена, мы заключаем с ней договор и, собственно говоря, организация обследует, проводит САУД и передает сведения в учетную информационную систему и, собственно говоря, учет ведется еще и в этой параллельной системе, параллельно вашим учетным данным, которые вы ведете, допустим, вот в 1С бухгалтерии. Собственно говоря, эксперты смотрят, анализируют ваши рабочие места, оценивают вредные факторы и составляют декларацию по условиям труда. И после этого оформляют заключительные документы, то есть результаты проведенной оценки труда. И эти результаты должны быть отражены в документации, должна быть составлена документация по каждому рабочему месту и, естественно, декларация должна быть создана и сдана. Поэтому видите официальный, скажем так, официальный блок работ достаточно большой и организации, которые имеют право выполнять САУД, сейчас ну, в общем-то на расхват. Теперь мы с вами еще поговорим вот о чем. То есть во многих информационных ресурсах эти изменения были достаточно громко анонсированы. то есть что это чуть ли не новое слово в нашей жизни. В общем, на самом деле ничего нового в этом случае не произошло. Каких-то кардинальных или революционных идей новая методика не содержит. И с 1 сентября 24 года она начинает проводиться, но в общем-то там скорее технические некоторые подробности уточнены и надо только проверить соответствие ваших внутренних документах требований, которые содержатся в этом новом постановлении. напомню, это у нас приказ Минтруда номер 817. И действовать он будет аж 6 лет до 1 сентября 30 года. Как я уже сказала, он уточняет и дополняет действующий порядок. То есть на самом деле это сделано для того, чтобы повысить результаты оценки рабочих мест и улучшить условия труда. Поскольку у нас произошли большие изменения в социальных выплатах, в социальных гарантиях, то соответственно и этому блоку уделяется большое внимание. Здесь собственно говоря, каких-то как я уже говорила революционных изменений не предвидится. И соответственно в общем-то предприятие должно только не забыть о том, что ему надо это провести и о том, что за нарушение таких требований действуют штрафы. Мы про штрафы уже немножко говорили. То есть на самом деле действуют не только штрафы, но действует еще и административная ответственность, например, предупреждение. Ну собственно или предупреждение или штрафы у нас регулирует административный кодекс КАП. И в этом случае для должностных лиц, как я уже говорила, штрафы составят от 5 до 10 тысяч, но могут быть и предупреждения, если у вас что-то сделано, но может быть не до конца или неправильно, то вы можете отделаться предупреждением. А для организации соответственно штрафы уже другого размера от 60 до 80 тысяч рублей. А вот если у вас обнаружится повторное нарушение, если вас проверили, обнаружили какие-то несоответствия, выписали штраф, а вы повторно ничего не сделали и не отчитались, то в этом случае штраф составит на должностных лиц от 30 до 40 тысяч или квалификация на срок до 3 лет. А для организации штраф вырастет от 100 тысяч до 200 тысяч или при оставлении деятельности на срок до 90 суток. Видите, сумма достаточно значительная, то есть этому стоит уделить внимание, тем более, что до дня Х осталось не так много времени, всего до 1 сентября. Еще некоторые примеры, на которые вам стоит, некоторые разделы, на которые вам стоит обратить в этом случае внимание. Мы снова сейчас с вами переключимся на конфигурацию зарплаты и управления персоналом. Так, вести позже. Напомню, вы видите на экране изменения в учетную политику, которую мы вносили. Соответственно, учетная политика у нас вот таким образом выглядит и результаты по сауту мы отмечаем флажком вот в этом поле. Так, закрываем пока наши настройки. И вот я на что хочу обратить ваше внимание. То есть меню главное. соответственно, у нас тоже доступна позиция штатное расписание и здесь у нас с вами мы попадаем абсолютно в то же место, то есть в журнал должностей и привычный вид, то есть привычную печатную форму. Если мы какую-то позицию рассматриваем, то у нас открывается диалоговое окно, где мы соответственно задаем какие-то параметры. Создаем вид оплаты, например, оклад и размер. И на закладочке дополнительно указываем с вами ну, во-первых, проводки бухгалтерские, например, через 70-й счет или через 76-й счет, ну, то есть все подробности. И обратите внимание, у нас спецоценка условий труда. То есть здесь мы задаем класс условий, которые теперь по спецоценке определены для данного рабочего места. и место регистрации и месяц регистрации изменений. То есть это к вопросу о том, с какого момента будет указана спецоценка, которую вы проводите в составе вот этой новой методики. документы. мы это сейчас закроем. И естественно, не только в разделе главное у нас и в разделе кадры присутствует данный вид, и в разделе зарплата, и естественно, мы с вами смотрели настройка через настройку справочника. привычный вид документа, то есть штатного расписания. Сейчас здесь сделаем самый простой вариант. Снова возвращаемся в перечень должностей, и при печати, при нажатии на кнопку печать, мы получаем возможность выбрать нужные печатные формы. Штатное расписание, это унифицированная форма. Штатное расписание на подпись, ну, вот откроем сейчас такую. То есть, если я не выбираю организацию, она сформируется по всем моим юридическим лицам, если я выберу какое-то конкретное, то только по этому юрлицу. Значит, соответственно, здесь у нас перечень должностей, количество штатных единиц, тарифные ставки, ну, то есть, знакомая всем форма. В этом случае интерес для нас представляет шапка, то есть, вот эта часть. Здесь в обязательном порядке указывается номер приказа и дата составления приказа, то есть, если мы проводим, например, изменение штатного списания в соответствии с новым САУД, то мы пишем, например, 13 июня 2024 года, и вот здесь приказом организации номер указываем дата от какого числа, что утверждено, ставит автограф руководитель и заверяется печатью организации. Это унифицированная форма Т3. Если, например, нас интересует другая форма, то, ну, например, я могу вывести анализ штатного списания. Это уже другая форма. И вот, как вы видите, собственно, это же больше управленческое для принятия управленческих решений, то есть, мы здесь можем посмотреть фонд оплаты труда и, соответственно, это по нашим филиалам и по головной организации. На самом деле кадровых документов достаточно много, кадровых отчетов достаточно много, и вы видите, кадровые отчеты, это отдельный пункт меню. Собственно, сильно останавливаться на кадровых отчетах мы не будем, ну, как вы видите, здесь достаточно большой перечень отчетов и кадровые отчеты, и отчеты по другим, собственно говоря, разделам, но я хочу остановиться на таком моменте, как отчетность для военкоматов. Как вы знаете, у нас отчетность по воинскому учету, ей сейчас уделяется очень большое внимание, и, соответственно, самые крупные штрафы, которые связаны с кадровым учетом, у нас сейчас касаются воинского учета. Здесь сейчас мы переключимся с вами на демо-базу, ой, на наши слайдики, я покажу вот такую вот перечень отчетов, которые вы можете получить из раздела кадры, отчеты. Как вы видите, отчетов достаточно много, на любой вкус и цвет, мы на них, к сожалению, не сможем подробно остановиться, поэтому вот просто перечислить, что вы можете, как вы видите, здесь только перечисление займет определенное время. А вот следующий слайдик покажет изменения и в воинском учете, и в размере социальных выплат. то есть у нас с вами, как мы говорили, уже произошли изменения по НДФЛ, и соответственно эти изменения связаны и с изменением социальных вычетов. То есть у нас увеличенный лимит на социальные вычеты, и соответственно при формировании нового штатного расписания мы должны учитывать эти выплаты. То есть у нас перечень социальных выплат, в общем-то порядка 11 пунктов, и самые часто употребляемые это вычеты на ребенка, на лечение, на обучение. Собственно говоря, эти выплаты у нас с вами изменился лимит социальный вычет в прошлом году составлял 120 тысяч, сейчас он увеличился до 150 тысяч. И больше всего повышен вычет на обучение детей. В этом случае у нас лимит 110 тысяч на обоих родителей. Ну и прогрессивная ставка НДФЛ 13-15 процентов, соответственно если начисление свыше 5 тысяч если больше 5 миллионов рублей, то ставка прогрессивная 15 процентов. И теперь, как мы с вами уже говорили, у нас вычеты существуют на обучение собственно, то есть кроме детей, на обучение детей, на лечение сотрудника, на физкультурно-оздоровительные услуги, что сейчас в общем-то очень популярно, на обеспечение пенсионное, на добровольное страхование и накопительную пенсию. И вот очень редко используемый вычет, но который тем не менее имеют право сотрудники получить, это на независимую оценку квалификации налогоплательщика. Этот вычет работодатели не предоставляют, а вот работник может заявить этот вычет в налоговый орган, если он подает декларацию. И еще один момент очень важный, это вот сейчас мы с вами посмотрим слайдик, который демонстрирует, как мы с вами можем активировать воинский учет. То есть это то, о чем я говорила немножко выше. Он и в зарплате, и в ERP требует дополнительной активации. Активация делается тоже через кадровый учет. И чуть-чуть ниже настройки штатного расписания мы с вами увидим вот такой выделенный красным блок. Переходим к нему. Переходим к нему. Так, закрываем то, что нам уже не нужно. Значит, настройка, кадровый учет. И значит, вот у нас с вами раздел настройки штатного расписания, и сразу за ним следует блок воинского учета. Значит, когда мы проставляем вот здесь чекбокс, то есть красивую зеленую галочку, у нас появляется в разделе кадры блок воинского учета. И это добавляет нам одну форму регламентированной отчетности, которую мы сдаем военкомат. Когда мы проставляем вторую галочку здесь, то есть если мы хотим вести учет бронирования граждан, если мы имеем такое право, то этот флажок добавляет нам еще две формы регламентированного учета военкомат. И соответственно тоже мы видим отражение в разделе кадры, допустим, сейчас мы с вами вот появляется блок воинского учета. И здесь соответственно документы, которые мы можем создать, ну практически все это автоматизировано. Все сведения, которые нам доступны здесь имеются. И например, вот ну давайте посмотрим например лески сообщений об изменении. То есть это форма, которая создается для, в общем-то она не унифицирована, но воинские организации в большинстве случаев соблюдают эту форму, но нужно проверить, чтобы ваши местные локальные законодатели не приняли какую-то региональную форму, которая может содержать какие-то например логотипы или еще чем-то отменяется и отличается от общепризнанных. Ну то есть в этом случае, то есть когда мы активируем введение воинского учета, во-первых надо подчеркнуть, что ввести воинский учет обязаны все организации, даже если у вас работают одни женщины, то все равно надо ввести воинский учет, потому что есть женские специальности, которые подлежат воинскому учету, то есть военно обязаны, например, врачи, связисты, ну есть целая перечень операций, перечень специальностей, женские специальности, которые подлежат воинскому Сейчас мы с вами снова переключимся и посмотрим вот такую информацию нормативную. Почему у нас возникли очень большие штрафы? Потому что теперь немножко, совсем чуть-чуть изменилась законодательная база по работе военкоматов с работодателями и теперь военкоматы обязаны передавать работодателям все сведения по сотрудникам. То есть, например, вызов в военкомат, повестки и так далее. То есть теперь они передаются не сотруднику, а работодателю. И работодатель должен в течение пяти рабочих дней подать сведения о приеме, об увольнении, о введении новых должностей и, допустим, все сведения, которые касаются кадровых мероприятий. И в этом случае, если организация не передает какие-то сведения сотруднику, то есть, например, не передает сведения о вызове его на военные сборы или информацию о приеме. То есть, если организация не передала повестку, то вот в этом случае получаются максимальные штрафы. Но предприятие может подать, например, сведения, что оно не смогло вручить соответствующий документ. Но не просто так сообщить, что оно не смогло передать документ, а подтвердить то, что оно не смогло это сделать сотрудникам, но с указанием сотрудника СИО, должности и, соответственно, росписи. То есть, свидетельских, так сказать, показаний. Соответственно, вот вы видите, здесь у нас, как это должно быть оформлено. И вот такие сведения, то есть, кто подлежит воинскому учету. И касательно женщин, что женщины находятся до 50 лет, ну, мужчины, соответственно, призывной возраст до 70 лет. Ну, и зависит это от должности, от звания. А вот теперь здесь вам нужно на предприятии создать локальный нормативный акт, который, ну, наравне с учетной политикой, утверждает документы оборот по воинскому учету. Самый оптимальный вариант, чтобы это было приложение к учетной политике, также введено в использование на основании приказа. И, как, например, перечень по делопроизводству бухгалтерскому или налоговому, должно содержать название папок, какие папки, что содержит. И обязательно завести журнал проверок для воинского учета. То есть, что это происходит не на словах, а на основании документов, соответственно, распоряжение на проведение проверки или название документа, по которому к вам пришли проверять, и фамилии, имя, отчество проверяющих сотрудников. Ну, вот, в общем-то, все, что мы успели с вами сегодня поговорить по поводу штатного расписания, воинского учета, Сауд. Я хочу снова вернуться к началу нашей встречи, к слайдику с нашими реквизитами, то есть напомнить вам наши контакты, напомнить, что если вам что-то показалось неудобным, то вы можете вернуться на наш сайт. Через некоторое время мы выкладываем записи наших вебинаров, и вы можете посмотреть, если, например, время вам оказалось неудобным, и, возможно, какие-то другие материалы вас заинтересуют. Мы будем очень рады и предлагаем вам сотрудничество, то есть мы с удовольствием ответим на ваши вопросы, которые вы можете любым удобным для вас способом передать по телефону, по телеграмм-контактам, по электронной почте и так далее. И, собственно говоря, предложить сотрудничество, мы будем рады оказаться вам полезными. У нас большой опыт при проведении работ с программами 1С, и продажи, и внедрения, и настройка, и доработка, так что милости просим. На этом мы разрешите с вами попрощаемся, и всего вам доброго, хорошего дня. Субтитры подогнал «Симон»